Добро пожаловать на мой первый видео урок по разрушению колонны метеоритом с помощью плагинов Syncing Particles и Volume Breaker. Я вам покажу альтернативный вариант, как можно создать систему разрушений, не используя плагин Rayfire Tool. В принципе, они не будут особо отличаться, только здесь придется немножко больше повозиться. Итак, приступим. Создадим плоскость, на которой у нас будет стоять стела и на которую упадет метеор. Будем создавать его из простого бокса. Создадим количество седиментов на 10, соответственно, по длине и ширине. Ну и включим у нас отображение граней. Создадим саму стеллу. Стелла у нас будет небольшого основания, ну и по высоте примерно вот такой вот. Уменьшим количество сегментов до примерно 4 по длине и ширине. По высоте у нас примерно пятерочка будет. Отлично. Сейчас зададим сам метеорит, который будет у нас сломать стеллу. Вот. Создавать мы его будем из геосферы, потому как более правильная форма лучше будет дробиться. Итак. Выбираем наш метеорит. Заводим стек модификаторов, модификатор Valheim Breaker. Прекрасно. Задаем растер примерно на двоечку. Сид на пятерку. И смотрим. Маловато. Значит, соответственно, уменьшим растер до 0. Интересно, что у нас. Обломков 409. Слишком много. Так что примерно, наверное, 0.5. Сколько получается? 59. Замечательно. Отлично. Префикс Valheim Breaker ставим Meteor. Центр привод. Ну, в принципе, и все. Copy and hide. Отлично. Теперь у нас метеорит раздроблен на множество обломков. То есть каждый мы можем посмотреть, пощупать, достать и так далее. Но вернем их на место. Вот. К сожалению, у меня компьютер немножко глючный. Поэтому придется сохранить сцену. И загрузить ее заново, чтобы Stelli назначить также Valheim Breaker. Заходим снова в 3D Max 2009. И загружаем только что созданную сцену. Прекрасно. Выбираем колонну. Также в стеке модификаторов находим Valheim Breaker. И задаем количество частиц. Растер, соответственно, будет, скорее всего, единичка. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, компьютер задумался, видимо, слишком маленькая. Хотя нет. Ну-ка. Сид на тройку. Я хочу отрицать достаточно мелких осколков, чтобы ими было проще оперировать. Ну, думаю, так вот достаточно, как бы все грани видно. И в итоге у нас будет 8 осколков. Префикс создадим Stelli. Центр привод. Естественно, это обязательное условие. Copy and Hide. Отлично. Теперь у нас Stelli тоже сломано. И мы можем посмотреть результат наших трудов. Прекрасно. Но я думаю, все-таки надо немножко увеличить пол. Соответственно, примерно вот до такого состояния. Кстати, чуть не забыл. Stelli надо приподнять так, чтобы она не соприкасалась с полом. То есть, примерно следующим образом. Вот так вот. Прекрасно. Создадем систему частиц. Particle Systems. Sinking. Ставим куда-нибудь уголок. Заходим в настройки. И создаем, соответственно, группу объектов. Первая группа у нас будет называться Meteor. Вторая группа, соответственно, Stella. И третья группа будет называться Node. То есть, пол. Отлично. Заходим в Master Dynamics. Выключаем галочку Edit on the fly. Жмем галочку Show Mesh. Сейчас у нас будет все отображаться в реальном времени. Так, далее. Заходим. Создаем новую систему. Обзываем ее Create Meteor. Отлично. Заходим. Генератор. Object to Particles. Соответственно. Сейчас мы просто-напросто выберем наш Meteor. Pick Object. Вот так вот. Отлично. Все у нас объекты Meteor. Метеориты выбраны. Выбираем их все. Задаем группу Meteor. Object to Particle. Галочку Instant Shape. И Hide. Прекрасно. Метеор у нас готов. Выключаем. Создаем новую систему. Create Stella. То есть создаем Stella. Снова Object to Particle. Выбираем все осколки Stella. Таким же образом. То есть вот так вот приблизительно. и Pick Object by Name. Прекрасно. Выбираем их все. Задаем группу Stella. Также Object to Particle. Instant Shape. Height. Прекрасно. Система частиц у нас полностью готова для динамики. Создадим новую папочку. Назовем ее Meteor Dynamics. Создадим. Значит заходим мы в Groups. Выбираем наш Meteor. Далее Conditions. Conditions правильно. Нет операторы. Стандарт. Velocity. То есть движение. Выбираем нашу систему. Заходим в Helpers. Point Free. То есть просто направление. Не E. Вот. И в Point Free. Смотрим куда нас направлены оси. Нам нужно сдать движение по оси Y. Соответственно по Y у нас будет минус допустим 10. В секунду. Значит вектор Velocity. Прекрасно. Сейчас если все так понятно. Двигаемся слишком медленно. И не ту сторону. То есть сдадим сотню. И вот нас Meteor Dynamics летит. Отлично. Я думаю скоро все таки маловато надо. Пусть будет 1000. Да. Вот более менее уже движется быстро. Кстати длину нашей анимации зададим тоже 1000 кадров. Я думаю так будет гораздо удобней. То есть вот у нас Meteor берет и улетает. Прекрасно. При этом мы зададим интервал времени. Когда он будет лететь по прямой. Потому как после столкновения со Стеллой. Он у нас будет падать на Землю под действием гравитации. Итак. Находим Conditions. Заходим в Time Interval. Создаем его. Start Frame. End Frame. Просто-напросто. Посмотрим где у нас Meteor пресекается со Стеллой. Это 25 кадр. Заводим сюда. Velocity. Inputs. Включаем кнопочку On. И соединяем. Отлично. Так. Следующим образом мы делаем что? Мы задаем соответственно. Падение самого метеора на Землю. Meteor. Crush. Также выбираем наш метеорит. И в стеке операторы. Заходим в Dynamics. Std Force. Выбираем наш Particles. Создаем Space Warp Forces. Гравитацию. Где-нибудь вот здесь вот. Выбираем кнопочку Bind to Space Warp. И назначаем гравитацию к нашей системе частиц. Если мы сейчас посмотрим. То у нас вот здесь вот. На ней стали взаимосвязаны. Возвращаемся обратно в настройки частиц. И активируем в списке гравитацию. Гравитацию. Все прекрасно. Для того чтобы гравитация у нас начала действовать вовремя. Также задаем интервал времени. Соответственно с 25 кадра до 1000. Отлично. Отлично. Снова соединяем. Сейчас если мы посмотрим. То у нас метеорит должен. Да видите. Он летел прямо. Должен был столкнуться со стеллой. И потом начинает идти по наклонной вниз. То есть по параболе. Все правильно. То есть гравитация действует. Отлично. Возвращаемся обратно. Задаем. Метеор. Плюс стелла. Здесь у нас будет просто-напросто. Просчет динамики столкновения. Динамикс. Шейп коллижен. Выбираем. Что у нас будет ломаться? У нас будет ломаться стелла. Дефлектор. Соответственно. Метеор. Что у нас получается? Пах. Ломается. Отлично. Возвращаемся обратно. Собственно. Здесь нам больше делать нечего. Требуется только лишь задать еще метеор. Плюс ноут. Соответственно. Взаимодействие метеорита с землей. Здесь у нас тоже будет шейп коллижен. Группа. Метеор. Дефлектор. Ноут. То есть. То есть. Вот у нас ломается так. И потом рассыпается сам метеор. Вроде бы все просто. Далее. Стелла плюс ноут. Соответственно. Динамика столкновения стеллы. И нашей земли. Стелла. Ноут. Прекрасно. И последнее что нам осталось делать это. Динамика стеллы. Как она будет у нас падать на землю. То есть. После столкновения с метеоритом. Все таки она должна упасть на землю. Стелла. Динамикс. Прекрасно. Также создаем STD force. Выбираем нашу стеллу. Соединяем. STD force. Активируем гравитацию. В conditions находим time-interval. Ну и я думаю так же. Примерно с 25 кадра. Стелл начал падать на землю. То есть. 25. 1000. Также мы их соединяем. Замечательно. И собственно. Любуемся результатом. Пах. И сломалось все. Конечно же. Все это выглядит очень просто. Но. Я. Своей целью поставил. Именно ознакомление вас. С основами. Создание подобной анимации. В sinking particles. Так. Что же еще можно сделать. Можно задать. Для. Метеора. Где же эта штучка у нас находится. Импульс. Трэш. Поглощение. Импульса. Будь будет у нас 40. Соответственно. Смотрим у нас анимацию. Ну и тут у нас метеорит. Улетает немножко. Подальше. Ну собственно. Спасибо за внимание. Новые уроки будут. Когда уроки дойдут. Все. Новые уроки.